Добрый день. Задолго еще до встречи с Михаилом. Действительно, у меня были идеи и мысли по поводу того, чтобы либо в союзе с каким-нибудь сценаристом написать сценарий и снять кино в Обербольце, либо сделать спектакль, либо какую-то аудиозапись с ее стихами. Потому что меня совершенно поразило, когда я подробно стала узнавать ее судьбу, мне очень по-человечески, по-женски, отчасти, конечно, по-актерски, мне было очень интересно притронуться, прикоснуться к этому человеку. Потому что я считаю, что у нее совершенно фантастическая судьба, ужасно тяжелая, хотя она прожила длинную жизнь, и в ней было все, и счастье, и печаль, и горести, и отчаяния, и трагедия, но при этом она, мне кажется, у нас очень правильное название, у спектакля он называется «Я жила», потому что Ольга Федоровна действительно жила все время. Она была полноценна во всех своих чувствах, она не передавалась отчаянию в полной мере никогда, потому что все равно в ней жила и горлила жизнь. И на самом деле все началось с Комарова, как это ни странно, я была на экскурсии в небольшом музее, и мне рассказали, и там экспонаты абсолютно разные, из разных эпох, из разных, про разных людей, и несколько экспонатов были посвящены Ольге Бергольц. И несколько историй из ее биографии, они настолько меня пронзили, что я стала пересчитывать ее биографию, ее стихи. Естественно, запретный дневник, февральский дневник, все ее произведения, очень интересные, когда она была в Казахстане, когда она ездила как журналист, как корреспондент. Она была невероятно разносторонним человеком, при том, что, конечно, она была скована отчасти, да, и цензура, и все то, о чем, безусловно, сталкивались все советские авторы. Но что вот меня поразило такой виды души, что в этом дневнике блокадном, какие бы страшные вещи там ни были написаны, там все равно все сквозит любовью к жизни, и это так прекрасно. И, ну, страшно представить, что человек, который потерял двух детей, две дочки, одна умерла в 7-летнем возрасте, другая в годе, двое детей, когда она еще была в положении. Ну, то есть это и, пожалуйста, страшнейшая судьба, но она все равно продолжала жить, она продолжала любить жизнь. Она писала о своей любви к Юре в своих встречах в Доме радио, когда вокруг были бомбежки, когда нечего было есть, а она жила, потому что она любила. И как она мучилась, и у нее муж Николай уже, было понятно, что она идет из жизни, и здесь любовь, и совесть, и все, и это тоже жизнь. Такие истории всегда поражают, потому что понятно, что мы читали все, тем более те, кто... у кого написано в паспорте, вот у меня, например, написано еще место рождения не Санкт-Петербурга, а еще Ленинград. И все, кто здесь рождены, конечно, для нас блокады – это очень важная тема, которая у нас на генном уровне очень важна для нас. И много книг мы читали, и там написаны страшные факты, которые, безусловно, как ты это уже сказал, еще память – это важнейшая вещь. Мы должны это помнить, чтобы говорить об этом нашим детям, чтобы это никогда, ни для Бога, не повторилось, и чтобы мы помнили тех людей, которые ради нас жили и умирали. Но здесь этот дневник пронизан именно жизнью, любовью и стремлением к тому, чтобы все это рано или поздно закончится, и мы будем жить, будем жить, будем любить, будем вспоминать всех, кого сам нету, разве кого мы столько всего пережили. И, собственно, именно прочитав этот дневник, у меня возникло желание прикоснуться к судьбе Ольги Бергольц – кино или театр. Ну, вот так вот случилось, что мы познакомились с Михаилом, и когда как-то вот сразу же возникло… Мы друг друга услышали за секунду, потому что я так понимаю, что и у тебя были все равно какие-то мысли об этом тоже в том числе, а я вот как бы сказал, да, я хочу, да, я знаю, я очень много про это читала, мне это интересно, мне это во мне это нарывает, хочется, чтобы это прорвалось в какую-то историю. Поэтому записывать было очень интересно и отчасти легко, потому что мы записали быстро, в общем, да, если можно так сказать. Мне кажется, мне кажется, мы записали за три часа, но практически, что мы практически молниеносно, на мой взгляд, потому что очень, очень сложный текст и очень… Вот совсем недавно мы разговаривали с моим коллегой Алексеем Кселевым, моим соавтором по этому спектаклю. Соли же все же, мы с уродюсом спектакле, и Леша говорил, что совершенно не ожидал такого уровня проникновения внутрь героини. Он совсем, будучи опытным театральным критиком и опытным театральным деятельностью, не думал, что ты в такой степени станешь Ольгой Мергольцем, причем за какие-то доли секунды, за то время, пока мы записали спектакль. Ну, единственное, что вот мне не было цели стать Ольгой Мергольцем, потому что это невозможно. Я никогда, несмотря на то, что я работаю в драматичном театре, и на приказах тоже работаю самые интересные роли, материалы, пьесы и так далее. Все равно я, это я, как и мое представление. И это мое, в общем, то, что получилось, это мое отношение к ней, моя любовь к ней, мое уважение, почтение и собереживание ее сыпи. Но, действительно, может быть, так получилось, потому что мы записали быстро, потому что я была, если так можно сказать, в материале. И, действительно, я прямо, конечно, я не учила этого наизусть, но когда мы читали тексты, я читала его с листа, я помню, что я это все уже читала, я все это уже прожила, и мне ко всему к этому есть безусловное отношение и неравнодушие. То есть для меня каждая строчка была важна, и я понимала, что здесь вот за эти... Сколько у тебя спектакля, кстати, я не знаю. Сорок минут, мне кажется. За эти сорок минут я хочу очень много рассказать и передать мое чувство, и мое любовь, и мое почтение, мои мысли по поводу этой прекрасной, великой женщины, которая для всех нас на Петербурге, для Ленинградской, безусловно, как бы называется, для Ленинградской Мадонны, в общем. Хочется, чтобы теперь в этом виде, в аудиоспектакле, продолжать чтить эту память. И эти строки этого дневника звучали чаще и чаще.